Пенсионный фонд России Изменился срок приема заявления о смене страховщика. Начиная с 2019 года, изменились сроки перехода от одного страховщика к другому. Теперь выбор можно сделать до 1 декабря. Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд России заявление. Страховщиком может быть Пенсионный фонд России или Негосударственный пенсионный фонд. Выбор Негосударственного пенсионного фонда сопровождается заключением с ним договора об обязательном пенсионном страховании. Если заявление о смене страховщика было подано в текущем году, но гражданин передумал, у него есть возможность отказаться от своего нового выбора. Уведомление об отказе от смены страховщика может быть подано гражданином не позднее 31 декабря года, в течение которого оформлено заявление. Заявление можно направить в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Заявление на бумаге можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России, лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Гражданам необходимо учитывать, что существуют два типа заявлений – о переходе и о досрочном переходе. От типа заявлений зависят сроки перевода пенсионных накоплений и финансовый результат. Переводить накопление без потерь можно не чаще, чем один раз в пять лет по заявлению о переходе. По заявлению о досрочном переходе возможны потери инвестиционного дохода. 2019 год является благоприятным периодом для граждан, формирующих пенсионные накопления у текущего страховщика с 2015 года. Во всех остальных случаях досрочный перевод грозит потерей инвестиционного дохода как минимум за один год, максимум за четыре. Выяснить, с какого года формируются средства пенсионных накоплений у текущего страховщика, можно обратившись лично в Пенсионный фонд по месту жительства. Эту же информацию можно получить, запросив выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале государственных услуг и в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Напомним, средства пенсионных накоплений есть у мужчин не старше 1953 года рождения, женщин не старше 1957 года рождения. Участников программы государственного софинансирования пенсии и владельцев материнского семейного капитала, направивших эти средства на накопительную пенсию мамы.